всем привет всем привет мои хорошие давайте подтягивайтесь еще подождем может быть минут пять когда все соберутся и начнем с вами решение колористических задач нормально мне напишите мне пожалуйста я думаю что здесь наверно должно быть где-то видно так значит чат не забывайте попробуйте мне что-нибудь написать мои хорошие я хотела бы увидеть буду ли я видеть ваше сообщение чтобы потом если какие-то вопросы вы будете задавать то я сразу же на них буду отвечать напишите мне пожалуйста ну и заодно хотя бы я буду знать кто со мной сегодня всем привет кто подтянулся давайте давайте подтягивайтесь мои хорошие сегодня будем устранять пробелы коротко для тех кто еще не знает у у нас в данный момент идет да привет привет ора но привет наташа отлично все значит я ваше сообщение вижу так что потом если что буду прокручивать и отвечать сразу значит что сегодня у нас за тема урока да пока мы с вами тут подтягиваемся все собираемся коротко вам напомню сейчас у нас идет большой тренинг с вами это колористика колористика с нуля у нас с вами прошло два урока кто-то купил пакетом сразу весь тренер тренинг кому-то там понадобились только отдельные какие-то уроки все это можно сделать привет анюта отлично я рада привет швейцария а так вот кто-то кому-то какие-то отдельные уроки но суть в том что вы должны четко понимать колористику то есть мы с вами начинаем с основы много интересной информации я вам там дала на мой взгляд интересно кто со мной уже тренинги начал изучать напишите пожалуйста в комментариях как вам уроки нравится не нравится информацию я действительно собрала много интересный ну во первых собрала из базы того что знаю дальше у нас основываются научные работы мои мои вот эти вот высказывания на научных работах основаны дальше также я смотрю практики других мастеров то есть я собираю много информации отовсюду естественно с чем-то я согласна с чем-то я не согласна я вам данную информацию только ту с чем я работаю все все то что я даю информацию все проходит через меня естественно все это я проработала уже все это я испробовала и поэтому если вы будете пользоваться какими-то советами которые я вам даю то естественно вы не ошибетесь да потому что все это я через себя пропустила я понимаю прекрасно привет привет я прекрасно понимаю что курсы которые у нас быстрые до которые у нас там трехмесячные шестимесячные они не могут дать того полного объема чтобы вы разобрались до конца те кто со мной как уже знакомы знаком с моим преподаванием да знают я всегда говорю что колористика это наука точная и и реально надо выучить и если вы не выучите вы просто вообще не сможете понять о чем вообще речь идет да скажем так все время подглядывать свои какие-то записочки да как сделать шпаргалки это обязательно нужно но нужно в самом начале да потому что пока вы всю информацию не можете уложить в голове вы не можете применить это все и поэтому вы можете создать себе отдельную шпаргалку до колориста где вы можете на каждом листочке не надо выписывать подряд а сделайте заголовок и шпаргалку заголовок и шпаргалку для каждой темы а так вам просто будет легче искать когда вы пишете большой список рекомендаций до рецептов вам будет просто сложнее просто большими буквами вот и видите не знаю как отключить мне эсэмэски потому что мы с вами на на вай-фай а естественно вай-фай работает везде да и на ватсапе на всех эсэмэсках тоже конечно же не могу я не самолет сделать ничего поэтому уж извините будет будут дополнительные звуки вот значит поэтому как всегда я говорю что стрижки это у нас геометрия а колористика это математика поэтому если вы не выучите у вас дальше просто не пойдет есть такие базовые моменты все остальное это наработка это естественно практика да то есть вот есть базовые моменты которые есть четкие формулы например там допустим как закрасить седину как например правило двенадцати одиннадцати десяти да такие моменты как например смешивание нейтрализация микстонов да а усиление это уже свободный момент вы понимаете вы можете добавить там чуть ли не до ста процентов этого микстона если у вас нет какого-то красителя до который вам надо сделать ну конечно же технологи брендов они рекомендуют там например допустим добавлять определенное количество для создания цвета то есть у них есть тоже эти формулы да то есть например допустим многие горят для создания цвета нужно 15 грамм красителя скажем так одну четвертую часть вот так будем говорить одну четвертую либо там у кого-то одна третьим как правило одна четвертая часть но это знаем что добавим эту одну четвертую часть а забудем про то что нам еще нужно нейтрализацию заложить и очень у нас опять результат получится тусклый бледный и так далее поэтому здесь вот все вы должны выучить до основное это что я вам как уже говорила это пропорция смешивания потому что у каждого бренда пропорция смешивания красителей это определенная у кого-то один одному кого-то один к полутора есть красители которые смешиваются один к двум все это есть и все это скажем так у каждого бренда свое и скажем каждый краситель работает по-своему да у нас есть спецблонды которые смешиваются один к двум есть у нас полу перманент и да это дэннис озером слова забыла как всегда да ну короче полу перманент и в которых которые называются как у нас тонирующие красители а девчонки вы все время пишете а вот безмячная краска у нас и перманент может быть безмячной краской я вам уже всем рассказывала кто был на моих уроках и всегда говорю о том что да у нас сейчас стремится такая вот как бы наша политика в красках стремится чтобы уйти от аммиака но те кто был я вам рассказала что аммиак это всего лишь газ да да привет наташенька а значит всего лишь газ и скажем так у него большой выхлоп и вот эти вот производными аммиака это тоже производные аммиака да то есть опять же привет привет никит и соответственно вот эта производная аммиака она должна выполнять функцию аммиака не будет вот этого взрывного выхлопа вот этого вот газообразование которым мы дышим с вами но принцип работы тот же и опять же если нет аммиака значит эта краска какая безмячная правильно но у нас же путают поэтому вы имеете ввиду у нас есть перманентные деле перманентной сами перманентные красители то есть перманентный краситель от которой у нас с вами соединиться до по десятке и плюс еще вот эти вот спецблонды это вот у нас идут с вами из обычной палитры есть у нас тонирующая палитра она называется дэми перманентная палитра это у нас с вами то что содержание аммиака привет роз а содержание аммиака или и либо производного аммиака у нас с вами в половину меньше чем у перманентного и я вам вопрос помните домашнем задании задавала чем отличается перманент от дэми перманента да то есть полу перманентные красители от перманентных красителей это именно содержанием аммиака или производного дальше и сами перманентные красители это те которые у нас уже с вами прямые пигменты вот такие вот красители которые основываются на прямых пигментов там всякие пенки там тоники ну вот эти какие то вот вещь когда нам не надо смешивать с оксидом вот но все это может быть без аммиачным понятно да то есть у нас если не присутствует в краске аммиака то значит соответственно это без аммиачный вот и даже у нас с вами как мы уже говорили что а мы еще с вами не говорили у нас же с вами еще третий урок а вы мне домашнее задание не прислали я вот после сегодняшнего урока я жду все равно от всех домашнее задание решения потому что если вы мне не присылаете ответа на домашнее задание я не могу идти дальше не могу идти потому что я понимаю что вы не понимаете ничего поэтому сегодня вот у нас с вами внеурочная встреча кто-то писал мне надюша по моему писал надюшка с нами здесь писал что хотела сертификат за месяц получить я тоже хочу лишь понимаете мне вот лишний раз приезжать эти три часа к вам ехала три я не знаю что случилось но въехать в москву я никак не могла но главное я успела пришла вот за пять минут и все вам быстро подготовила рабочее место и будем сейчас решать я тоже бы хотел бы вам выдать всем сертификаты поэтому еще раз говорю это серьезно выдаю сертификаты тем кому я действительно поняла вижу что человек разобрался кто не разобрался значит соответственно мы работаем вот видите мы с вами работаем я сегодня для вас приехала но и те кто конкретно обучение сейчас не проходит у меня просто хочет потренировать мозги вспомнить или хотя бы поучить и вообще понять что такое колористические задачи тоже добро пожаловать мы естественно не против чтобы присутствовали с нами и задавайте какие-то свои вопросы но но у нас с вами было только два урока вы помните значит у нас с вами еще урок идет это значит следующий это что у нас там у нас порошки спецблонды очень емкий урок дальше у нас будет еще следующий четвертый урок там будет уже седина да и все вот эти вот процедуры которые мы с вами делаем по седине конечно же во время урока мы тоже немного будем решать задач но дело в том что гид курс он объем вот такой вот до информации не воспринимает то есть я не могу закачать туда вот это количество информации и мне приходится скорее всего делить поэтому дополнительное решение задач я думаю что мы будем с вами здесь делать на ю тубе проходить потому что ну ну реально площадка youtube позволяет любое любой объем информации заканчивать закачивать гид курс у него вот минимальная вот геков и все и больше никак либо это все надо дополнительно покупать а он и так в общем то не дешево стоит так но это мы с вами коротко о вступлении я думаю что уже прошло у нас до минут десять наверное даже подтянулись кто хотел остальные все в процессе значит у нас с вами решение колористических задач кстати подписывайтесь кто не подписался потому что решать то мы будем не первый раз а ну к чему же я вам сказала по поводу двух уроков и вот именно решение задач а именно касаясь этих двух уроков то есть мы сейчас с вами не будем решать не спецблонды не обесцвечивание а никита это надюша отлично я поняла найдешь отлично подпольная кличка не спецблондов не обесцвечивание мы сегодня касаться с вами не будем потому что у нас решение задач будет именно направлено на вот эти два урока значит сейчас мы с вами разберем у нас с вами был первый урок помните и мы с вами делали вот такую вот табличку я вам дала домашнее задание сделать вот такую вот табличку видно она у нас да вот она видно да вот она табличка наша я ее принесла с собой вот надя по моему мне написала что что какие-то тому она посчитала но так как я тоже эти дни работала возвращаясь поздно сил у меня не было проверить я обязательно посмотрю но сегодня мы с вами сначала чуть-чуть поучимся порешаем от первого урока вот эту табличку то есть соединение у нас идет с вами просто цветов да то есть цветовых нюансов не затрагивая базу хорошо я поняла хорошо найдешь я поняла значит не затрагивая базу и затем у нас с вами будет решение задач уже база и пока еще простейшая то есть мы с вами еще проработаем для с длиной но не будем мы с вами брать спецблонды не будем брать седину то есть немного задача упрощается то есть нам с вами для того чтобы перейти к более сложным решением задач нам надо научиться решать вот этот старт то есть стартовая и теперь сейчас значит как я вам уже сказала мы сейчас с вами быстренько и выберите пожалуйста листочки мы с вами чтобы у нас было все одинаково вся табличка вот это еще раз у кто не скачал она есть на гид-курсе это для этого для я не буду сегодня как вы понимаете решать всю это просто нереально долго это для развития вашего скажем так видение я что с чем можно потому что потом вы уже будете на глаз определять какие цвета можно между собой смешивать какие нельзя ну а сейчас вот для этого табличка есть чтобы вы хотя бы поняли почему нельзя брать этот цвет и почему нельзя смешивать с тем а я бы вот хотела бы а в итоге получится не тот оттенок который вы подумали потому что вы помните в палитре у нас есть много цветов но эти много цветов мы можем сделать еще больше это раз во вторых мы можем взять какой-то цвет чтобы получить на выходе тот который она показала пальчиком на картинке мне на картинке а на кисточке то есть вот это все мы с вами должны учитывая наш фон осветление должны естественно будем сразу в голове все просчитывать поэтому еще раз повторю что математика у нас это наука точная все в голове просчитываем от этого все у нас результат получается давайте с вами и мы с вами определились что все таки мы будем брать так как все больше всех но больше цветовых нюансов у нас все таки больше всего это вот в эстеле эстеле она такая как бы раскрученная компания ее цифры они очень перекликаются с цифрами в эллы лонды олина ну каких-то там еще там брендов сейчас не буду напрягаться вспоминать хорошо по моему даже кедра у них цифры похожи и поэтому мы за основу возьмем все таки эстель да но это не значит что я работаю на эстель поверьте я на эстель не работаю вообще я когда-то попробовала мне не зашло хотя я вижу что красивые оттенки там такая палитра огромная нет вообще ни у кого такой палитра наверно богатый они каждый раз придумают из компании молодцы но я работаю на другом бренде поэтому мы с вами сегодня учимся решать математически наш подход когда приходит клиент вы помните что когда приходит к вам клиент но всегда сначала что делаем определяем натуральную базу до когда у нас окрашивание идет натуральную базу мы определяем приложив нашу кисточку нашу кисточку селектор но скажем так селектор это уже цветовая картинка а мы прикладываем наши кисточки так как у нас с вами палитра имеет съемные да такие листочки да скажем так с кисточками каждого цвета у них есть например там допустим палитра там золото палитра там с коричневым палитра там с пеплом мы можем все это снимать так стать палитра с медью там ну в общем с красным вы понимаете что красный волос этому можно только определить по длине как бы натуральные волосы они красными не бывают у нас натуральные всегда такие приглушенные интенсивных ярких как как в красителях у нас таких просто цветов от природы не существует но и наоборот мы не можем сто процентов создать цвет как от природы то есть мы все равно искусственными красителями мы можем приблизиться но стопроцентного попадания вновь цвет натуральный у нас все равно не будет но более близкие мы создать естественно сможем для того чтобы потом мягкие переходы были то есть мы это все с вами делаем вот и поэтому мы с вами берем эстель и сейчас мы с вами давайте распишем вначале какая у нас цифра обозначает какой цвет и какой пигмент в нем будет содержаться вы себе это пометите для того чтобы мы с вами говорили на одном языке давайте сейчас я вам запишу у нас с вами эстель значит начнем с того что синий у нас обозначается высаживайся и пишите потому что у нас с вами есть короткие обозначения это синий буква c у нас с вами зеленый это буква z дальше дальше у нас следующий золотистый желтый данных буква же идет дальше у нас такой свой красный это буквы как будет просто к дальше у нас фиолетовый это буква ф фиолетовой дальше медный у нас будет медный оранжевый до могу мы писать не буду led03 тоже у нас будет оранжевый так значит дальше и у нас еще есть с вами коричневый цвет давайте я вам здесь сверху напишу чтобы я здесь не занималась потому что сейчас будем расписывать каждый те logging и давайте с вами просто писать вот так коричневый корт ну давайте писать коричневый Потому что если мы поставим тоже букву К, мы будем путаться с буквой К. Поэтому запишите себе, и я сейчас буду дальше писать. Значит, у нас с вами есть номера в красителях. Вы помните, первая цифра, которая идёт до точки, либо до... Вы знаете, три часа в дороге накладывают отпечаток. До точки. Всё. Всё. Это у нас основной уровень тона. То есть УГТ. Уровень глубины тона. Поэтому сейчас при решении наших смешиваний цветовых нюансов, мы с вами его не рассматриваем. Поэтому сейчас о нём не говорим. И дальше уже после точки вторая, третья цифра, оно и бывает, и четвёртая цифра. Это всё у нас цветовые нюансы. И сейчас мы с вами учимся смешивать именно цветовые нюансы. Так, значит, у нас с вами там присутствует ноль. Помните, давайте я вам сейчас напишу просто, как эти краски выглядят. Вот, например, допустим, первая цифра семёрка и тридцать четыре. Вот я вам про что говорила. Семёрка – это уровень глубины тона, тридцать четыре – это цветовой нюанс. Но она может быть и, например, допустим, сорок четыре, например, и пять. То есть может быть и три цифры после точки. То есть вторая, третья и четвёртая цифра. Это всё у вас цветовые нюансы. Так, эту убрала. Так, я взяла мокрую. А мне надо высушить. Мы с вами будем сейчас смешивать цветовые нюансы. Пократим немножко время на них. И дальше перейдём уже к решению основных задач из второго урока. Так, напишите мне, пожалуйста, у вас в нормальном формате, в неперевёрнутом. Вы нормально видите всё, что я пишу? Напишите, пожалуйста. Так, значит, у нас… А я пока буду писать. Ноль. Это у нас с вами что? Это у нас натуральный цвет. Натуральный цвет во всех… Ну, имеется в виду, у нас с вами числовые, буквенные бывают цветовые нюансы. Мы говорим сейчас про Эстель. У неё числовые нюансы. Значит, ноль – это коричневый цвет у нас. То есть натуральный. Там натуральный цвет. Натуральный цвет – это нейтрализованный цвет. То есть коричневый, в принципе. Поэтому это у нас получается натуральный цвет, да. Значит, соответственно, он у нас с вами, как мы говорили, коричневый. А коричневый цвет у нас чему равен? Так, ноль равен коричневый цвет. И равен смешению. Помните, кто напишет, всё хорошо видно, отлично, спасибо, Рану. А кто напишет мне, из чего состоит у нас натуральный коричневый цвет? Напишите, пожалуйста. Я пока оставлю. Жду вашего ответа. Пока буду писать дальше. Дальше, единица. Единица в этой палитре – это пепел. Пепел. Так, пепел. Значит, смотрите, здесь конкретно, если мы говорим про эстель, то пепел у них не чисто синий. Вы тоже должны, как бы, у своих технологов тоже понимать, спрашивать, какой у вас цвет под единицей. Потому что под единицей иногда просто бывает синий цвет. Ну, здесь конкретно пепел. Всё хорошо, отлично, видно всё. А мне, пожалуйста, ответьте про коричневый цвет. Из каких у нас, скажем так, пигментов он состоит. Так, пепел у нас с вами состоит из синего, да? То есть у нас здесь синий цвет и фиолетовый цвет. Вот пепел конкретно в эстеле состоит из синего и фиолетового из смеси. А синий, а фиолетовый – это, помните, наш цветовой круг при смешении получается красного и синего. Видите, красный и синий – S. Вот так вот мы с вами расписываем каждую цифру. Дальше второй у нас. Второй у нас зелёный. Зелёный. А, соответственно, равно зелёный. Мы так и пишем – зелёный. Но, чтобы не путаться, давайте всё-таки вот так поставим зелёный. Так, коричневый цвет получить нетрудно. Как получить чистый цвет, например, серый? Ириш, чтобы дойти до серого, нам надо хотя бы выучить… Так, кто мне написал? Надя, отлично. Нам надо сначала всю колористику выучить и понять. Естественно, серый, он прекрасно ложится на нулевую базу. Получить цвет серый на окрашенных волосах нужно очень постараться. А Люда тоже правильно. Нет, так что красный, красный, синий. Это что такое? Аня, красный, красный, синий не вижу. Я не понимаю, что это такое. Так. Зелёный, буковка «З». Значит, у нас коричневый с вами получается при смешении синего, красного и жёлтого. Правильно, это коричневый цвет у нас получился. Дальше у нас третья. Циферка 3. Это у нас с вами идёт жёлтый цвет. Пишем «Ж» себе. Дальше 4. 4. Это у нас с вами медь. То есть он у нас оранжевый, буковка «О». А оранжевый цвет у нас с вами, опять же, сложносоставной цвет. Он состоит из двух цветов. Правильно? Поэтому это у нас с вами оранжевый цвет. Это у нас красный плюс жёлтый. Это смешение похоже на четыре. Надеюсь, похоже. Вот так, четвёрка. Красный и жёлтый. Дальше поехали у нас с вами пятый. Пятый у нас красный. Просто пишем букву «красный». Это чистый цвет. То есть пепел у нас смешанный, зелёный у нас чистый, жёлтый чистый, медь смешанный, фиолетовый смешанный. Сейчас я дальше напишу. Вы себе вот это вот уже зелёный, красный. Райская птица. Я не знаю, как зовут райскую птицу. Зелёный и красный – это можно получить коричневый. Но мы говорим, что коричневый у нас состоит пока из первичных цветов. Вы уже говорите, райская птица, о том, что нейтрализация произошла. Правильно? Мы работаем сейчас с первичными цветами. Говорим об этом, что нейтрализованный цвет – это коричневый. Коричневый у нас всегда получается при смешивании трёх основных цветов – жёлтый, красный и синий. Вот так. Всё правильно, райская птица, согласна. Отлично. Так, вот это я сейчас сотру, потому что мы с вами сейчас… Следующие цифры не умещаются. У нас там ещё есть несколько цифр. Так, пишем дальше. Значит, мы с вами пятёрку написали. Теперь у нас шестёрка – это фиолетовый. Шестёрка равен фиолетовый. Фиолетовый у нас с вами, как я уже говорила, тоже сложный цвет. Сложный цвет – это у нас красный плюс синий. Это у нас с вами фиолетовый. Следующий у нас семёрка – это у нас с вами коричневый цвет. Но здесь он шоколадный, да? Но мы с вами сейчас просто будем брать его за коричневый, синий, красный, жёлтый. Правильно? В семёрке. Но на самом деле это нам для упрощения. Но вы же понимаете, что всё-таки, когда составляются цвета, всё-таки коричневая семёрка и коричневый… Ноль, да, если он отличается. Вот этот вот коричневый семёрок, он содержит больше меди в себе. Но мы не будем сейчас усложнять это. Вы просто должны знать, что под номером 7 цвета, они в себе на выходе содержат всегда больше меди. Поэтому вы тоже аккуратно с ними работаете. Потому что, как бы, коричневый цвет – это тоже у нас нейтрализованный цвет. И если вы берёте высокие оксиды, то что происходит? Он открывается больше в медной, да, дроби. Открывается больше в медь. Поэтому с шоколадными цветами нужно аккуратно работать. Но он считается всё равно коричневым цветом. Поэтому тоже будем его в наших решениях пока расписывать вот таким вот образом. И, значит, у нас ещё в нашей палитре эстель присутствует восьмёрка. Вот восьмёрка здесь – это фиолетовый. Но, как они заявляют, это фиолетовый не чистый, а половина фиолетового. То есть, если фиолетовый – это одна считается, да, молекулу, то здесь половина этого цвета. То есть, одна вторая напишем, одна вторая фиолетового. А фиолетовый – это у нас с вами синий плюс красный. Помните? То есть, у нас с вами более разбавленный. Если вы обратите внимание, то там восьмёрка, которая фиолетовая. Кстати, у них вот фиолетовая восьмёрка, а, по-моему, в Эле восьмёрка – это вот синий цвет. Ну, в общем, короче, мы сейчас с вами определились с нумерацией для того, чтобы решать задачи. Значит, у них, не забудьте, что это половина. Если я забыла, вы мне пишите, потому что я сейчас на автомате буду писать всё, считать. И могу тоже ошибиться. Контролируйте меня. Я сейчас стираю всё, и мы с вами переходим к решению нашей таблички. Вот, я надеюсь, вы успели всё записать. Кто не успел записать, то, соответственно, всё вот это сохранится у вас. И вы можете потом ещё просматривать. А сейчас давайте уже решать, потому что время идёт. Мы сегодня с вами хотим большой объём сделать, порешать. И вы пересматривать будете. И мне, надеюсь, всё-таки домашнее задание своё напишите. И не забудьте ещё, пожалуйста, мне писать всё-таки комментарии. Ладно, по поводу... Я же выкладываюсь, я стараюсь, когда вам рассказываю всё правильно, вы пишите, доходчиво объясняю, всё понятно. Может быть, о чём-то акцент больше сделать, может быть, вам что-то интересно, больше какая-то тема. Потому что, вы же понимаете, мы с вами вот этот тренинг проходим, который там всего 4 урока. В эти 4 урока вложить информацию, которую во, немерено, очень сложно. Поэтому, конечно, я отсеиваю, делаю какую-то выборку, стараюсь раскладывать вам вообще всё, что существует вот у нас. Поэтому вы мне пишите, может быть, что-то у вас какие-то ещё темы интересуют, может быть, ещё какой-то отдельный урок с вами сделаем. Потому что вот бегом-галопом невозможно всё сразу понять. Потому что я, например, допустим, нарабатывала это всё, что я вам даю, это в течение, там, почти 30 лет. А вы хотите получить и пользоваться этим за один момент. Это всё сложнее гораздо. Потому что раньше и краски были другие, технологии были другие. И мы уже просто, имея опыт, мы знаем, как работает волос, да, то есть как отвечает волос на реакцию. А вы ещё этого не знаете. То есть вы должны этот путь пройти. Поэтому то, что я вам даю, и то, что в практике, вы сначала всё-таки вспоминаем теорию, вспоминаем меня, всё это смешиваем в голове, делаем коктейль и выдаём на клиенте. Я рекомендую вам так. Так, всё, давайте очень много отступлений, переходим к нашему решению. Значит так, знаешь, какой мне с вами взяли? Вы мне, кстати, пишите, с какие цифры вы хотите смешать, если что. А я тут вот на выбор. Например, допустим, 13 возьмём 56. Я вот образно говорю, грубо. Мне, кстати, надо тоже, может быть, ручечку взять. Ну ладно, потом я напишу, да. 13 и 56. Давайте, значит, у нас с вами 13 плюс 56. Расписываем с вами. Я взяла на бум числа. Вы помните, что такое 13? Я, да, помню. Например, допустим, 8, 13 плюс, там, например, допустим, 7, 56. Это исходя из этого. То есть мы с вами берём только 13 и только 56. Мы пока с вами УГТ, наш уровень глубины тона, здесь не берём. Мы с вами должны научиться смешивать пока наши цветовые нюансы. Расписываем. 13. У нас с вами что такое? Всмотрим наш листочек, который мы с вами только что записали. Это у нас пепел. Пепел, вспоминаем, это синий плюс фиолетовый. Правильно? Дальше. Пишем 56. 5 это у нас красный. Прошу прощения, здесь у нас плюс. 5 у нас красный, значит, пишем красный. И 6 у нас какой? Давайте посмотрим. И 6 у нас фиолетовый. Смотрите, фиолетовый здесь, фиолетовый здесь. Но синий плюс фиолетовый и вот этот фиолетовый, да, они могут быть разные. Давайте с вами вспоминаем. У нас здесь идёт 13, значит, всегда первая цифра у нас имеет коэффициент 2. А здесь у нас вторичная цифра 1. Почему? Потому что это цветовые нюансы. Сильный цветовой нюанс, это именно в первой цифре. Вторичный цветовой нюанс, это уже во второй цифре. Поэтому пепла будет больше, чем... А, простите. Мы же с вами ещё же здесь не написали. Значит, расписываем плюс. Тройка, это у нас какой с вами, дайте я подсмотрю? Золотистый, это значит жёлтый. Вот, видите, подсказываете, видите, я уже невнимательная. Так, ага, Надя, 3-4-56. Хорошо, следующий будем этот делать. Сейчас давайте уже я начала, да, решаем здесь. Так, это значит у нас то, что мы с вами вот это расписали, это касается у нас первого, правильно? Значит, соответственно, у нас с вами вот это вот, да, две молекулы. Значит, у нас здесь одна синего, одна фиолетового. Мы с вами добавляем. И здесь у нас вторичный цветовой, два к одному. Значит, здесь у нас одна жёлтого. Понятно? Так, видать, плохо написала. Сейчас я вам перепишу, чтобы всё это было видно. Значит, смотрим, две молекулы пепла, правильно? Значит, у нас пепел состоит с вами синий плюс фиолетовый. Фиолетовый. Две молекулы, да, у нас с вами состоит синий и фиолетовый. Значит, соответственно, первая у нас цифра идёт. Значит, две молекулы, она уже здесь и есть. Значит, одна синего и плюс одна фиолетового. Правильно? Плюс жёлтый, одна жёлтого, потому что здесь идёт цифра у нас один. Помните, у нас две части первая цифра, вторая цифра, то есть второй цветовый нюанс, одна часть. Дальше, плюс. Расписали мы с вами только первую, вот эту. Дальше, плюс. Пишем, расписываем 56. Помните, здесь две, здесь одна. Дальше, значит, у нас пятёрка – это красный. Значит, две молекулы красного плюс шестёрка – это фиолетовый. Одна фиолетового. Правильно? Расписываем дальше. Чтобы нам с вами легче решалось, нам надо немножко расписать. У нас здесь есть с вами сложносоставные цвета, которые состоят из двух нюансов. Фиолетовый, видите? Фиолетовый. Значит, соответственно, вот это вот у нас с вами должно расписаться тоже. То есть сейчас мы должны с вами их расписать. Переписываем, что пока ничего не путать. Переписываем, одна синего плюс фиолетовый у нас с вами, помните, красный и синий. Значит, здесь раз одна, значит, у нас 0,5 идёт синего плюс 0,5 красного. Вот это плюс это – это у нас один с вами фиолетовый. Плюс следующий – один жёлтый, видите? Один жёлтый плюс дальше. Дальше переходим в два красных. И опять же один фиолетовый. Значит, плюс один фиолетовый, значит, получается 0,5 синего плюс 0,5 красного. Дальше считаем. Теперь нам надо с вами всё сложить, всё, что можно сложить. Смотрим синий, ищем. О, 0,5 синего – это значит, полтора синего. Смотрим дальше. Красный, синий. Ещё один синий. Значит, здесь у нас получается два синего. Давайте я сразу по ходу буду зачеркивать, чтобы не путаться. Значит, у нас один синий. Дальше полтора синего, два синего. Я записала два синего плюс. Переходим дальше. Дальше смотрим, что у нас с вами идёт. Пол красного, два красного – это два с половиной красного. Три красного, смотрите. Красный, красный, красный. Считаем ещё раз. Три красного, три красного. Есть, есть. И смотрим, один остался чистый, жёлтый. Теперь смотрите. У нас мы всегда говорим о том, что так. А жёлтый три где в тринадцатом? Вот он. Вот он, жёлтый. Это синий плюс фиолетовый. Вот он. Один, два, три. Видите, три молекулы. Здесь у нас в первой единице две молекулы. И в трёшке одна молекула. Вот она у нас, две молекулы. И вот она у нас, одна молекула. Вот у нас с вами тринадцатый. Так? Всё, это я сказала. Давайте теперь смотрим. У нас получился синий, красный, жёлтый. Вау! Круто! Мы помним с вами, что синий, красный, жёлтый дают у нас что? Коричневый дают грязь. Значит, смотрите, мы по наименьшему числу, да? У нас с вами математика. Наименьшее число у нас одна молекула жёлтого. Видите, одна. Значит, мы должны убрать одну и должны убрать одну. Значит, у нас получается одна молекула. Ну, не одна, а получается у нас с вами коричневый изначально. Правильно? Плюс... Состоит... Ну, вообще-то одна получается. Всё равно. Одна коричневая. Всё правильно. Одна коричневая. Дальше. Осталась у нас одна синего. И плюс у нас осталось две красного. Считаем дальше. Одна коричневая остаётся. Синий, красный дают у нас что с вами? Даются у нас с вами фиолетовый. Считаем дальше. Значит, одна коричневая. Плюс получается фиолетовая. Одна фиолетовая. И что остаётся? Одна красная. Ой, красный у нас так. Высчитываем дальше. И смотрите, что у нас с вами получается. Значит, у нас с вами... Вот это у нас получается как усиление, какой-то нюанс цветовой. Значит, получается у нас с вами коричневый. Значит, соответственно, коричневый... Это, скорее всего, у нас будет либо ноль, помните, либо семёрка коричневая. И, скорее всего, он будет у нас разбавленный. Так, ноль. И фиолетовый красный. То есть у нас будет где-то... Ну, давайте коричневый возьмём как семёрку. Чтоб всё-таки был поинтереснее тогда цвет. Семь. Фиолетовый у нас шесть. И здесь у нас пять. Вот такой вот у нас с вами получился цвет. 765. Видите? То есть это цвет после точки. То есть он коричневый с лёгким отливом. Коричневый с лёгким отливом. Такой с фиолетово-красным отливом получился. Это вот если мы с вами берём. Но вообще здесь он такой коричневый-коричневый, насыщенный не будет. Потому что, вы же понимаете, фиолетово-красный отлив, он будет переливать таким как бы розовинкой. Размыто. Валя! Мне написали, что всё хорошо видно. Попробуйте протереть объектив у себя. То есть у себя камеру попробуйте протереть. Или экран там, я не знаю что. Потому что мне вроде написали, что всё хорошо видно. Я свою камеру вроде как протирала. Так, значит, и в итоге у нас с вами получилась вот эта вот циферка. То есть у нас с вами такой коричневый с лёгким розовым отливом получается. Потому что фиолетовый и красный в итоге получится такой розоватый как бы цвет у него. Но основа будет такая натуральная коричневая. Записали себе. Сразу можете записать себе в свою табличку, у кого она на руках. Я это стираю. И мы с вами переходим к следующей цифре. Какой вы там мне просили посчитать? Давайте с вами посчитаем. Я не могу сейчас. Я занята. У меня урок идёт. Так, 34, 56. Так, 34, 56. Расписываем. 34 плюс 56. Расписываем с вами 34, 56. Если что, помогайте мне. Я иногда подсматриваю, что вы пишете. Так, давайте трёшка. Это у нас с вами золото, насколько я помню правильно. Так, жёлтый. Значит, у нас здесь первая цифра. Помните, цифра первая имеет две молекулы. Значит, у нас с вами жёлтый. Два жёлтых. Дальше четвёрка. Плюс у нас с вами оранжевый. Один оранжевый. Дальше красный. Получается у нас с вами один красный. Нет, подождите. Не один, а два красных. Два у нас с вами красных. Плюс один фиолетовый. Один фиолетовый. Нарисовали. Это понятно, что это оранжевый, да? А то как 10 получилось. Это оранжевый. Оранжевый. А значит, ещё раз повторю. Вот это у нас с вами. Это 34. Так. Вот это у нас с вами. Это 56. Два красных, один фиолетовый. Теперь мы опять же расписываем. Два жёлтых, один оранжевый. У нас с вами оранжевый. Это сложно составной цвет. Поэтому пишем два жёлтых. Оранжевый у нас с вами состоит из какого? Из красного и жёлтого. Поэтому у нас 0,5 красного плюс 0,5 жёлтого. Плюс пишем два красных. Переписываем. Просто раскладываем. Нам надо разложить оранжевый и, соответственно, фиолетовый. И плюс у нас с вами один же фиолетовый. Значит, у нас будет 0,5 красного плюс 0,5 синего. И теперь мы всё с вами должны более компактно сложить, чтобы не терять цифры. Берём два жёлтых. Смотрим, жёлтый есть ещё? Есть. Значит, у нас с вами получается 2,5 жёлтых. Давайте их сразу зачеркнём. Вот так. Чтобы вы поняли, что жёлтый мы с вами уже посчитали. Дальше 0,5 красного. Ещё у нас 2 красного. Это у нас, я давайте обведу вам. Раз. Два. Два с половиной. Три красного. Значит, плюс. Три красного. И остаётся 0,5 синего. 0,5 синего. Основной у нас с вами, как вы помните, да, при соединении трёх цветов, получается, жёлтый, красный, синий, это коричневый. Но коричневый мы должны с вами рассчитывать от 0,5. Почему? Это самое наименьшее число. То есть это математика. Мы с вами считаем, значит, у нас получается 0,5 коричневого, да, вычитаем отсюда 0,5 и отсюда 0,5. Ну, и это просто убирается, соответственно, да, плюс. Не забываем, значит, у нас осталось 2 жёлтых. Здесь у нас с вами плюс 2,5 красных. Половиночку же мы убрали, правильно? Дальше коричневый 0,5 пишем. Плюс 2 жёлтых и 2,5 красных. Даёт у нас с вами 2 оранжевых. И плюс у нас с вами, какой получается ещё 0,5, какой красный. Значит, в итоге, смотрите, у нас 2 оранжевых и по половиночке у нас с вами коричневого и красного. Значит, соответственно, у нас больше получится здесь медного, чем какого-либо. Видите, по количеству у нас идёт. Предыдущая задача у нас получилась 1, 1, 1, помните? Здесь у нас идёт 2, а здесь по половиночке. Поэтому у нас с вами получится здесь оранжевый. Значит, сначала цвет оранжевый. Это у нас четвёрка. Я думаю, как вам написать, чтобы... Давайте сразу же переводим в цифры, да? Помните, мы с вами оранжевый, у нас с вами медь – это четвёрка. Значит, у нас с вами 2 молекулы оранжевого. Значит, это четвёрка. Мы сейчас с вами цвет опять пишем. И дальше у нас с вами коричнево-красный. Видите, такой с лёгким отливом. Значит, у нас получается коричнево-красный. Вот такой вот цвет. Но коричнево-красный цвет – вот то, что мы с вами посчитали. Помните, я вам говорила, что в семёрке у нас присутствует с вами медь. Поэтому, как правило, вот здесь уже не будет пятёрки. Он будет приблизительно сорок седьмой. То есть, всё-таки такая вот грязная медь будет у нас. Медь такая более коричневая, грязная. Как мы её называем больше натуральной медью. Потому что вы помните, что у нас есть интенсивная медь в палитрах, есть неинтенсивная. Ну, так вот. Вот неинтенсивная медь – это вот это. То есть, как правило, в палитрах она у вас будет просто приблизительно четвёркой. Да, то есть на палитре она будет четвёркой. Потому что четвёрка – натуральная медь, ещё раз повторю, и она такая у нас как бы грязненькая, нечистая, неяркая. Так, эту задачу посчитали. Следующую вы мне написали, какую будем писать? Привет, Леночка. Следующую задачу пишите, какую мы с вами решать будем. И переходим уже с цифрами будем работать. Давайте ещё одну задачу на цветовые нюансы, чтобы вы понимали, какой цвет на выходе получается. Напишите мне, пожалуйста. Так, ну чего, ничего ещё не написали? Задержка, наверное, тоже идёт. Ну, давайте возьмём тоже какой-нибудь сложный цвет. Да, какой? Ну, давайте тоже мы, может быть, возьмём что-то с медью. Например, сорок третий, да? Мы брали тут тридцать четвёртый. Сорок третий, например, возьмём. И, ну, давайте с коричневым, что ли, да? Может быть, там семьдесят пятый. Или что мы возьмём-то с вами? Ну, давайте вот так. Или, например, там, допустим, что? Семьдесят первый. Ну, в общем, неважно на самом деле. Давайте с вами возьмём сорок третий, например, и семьдесят первый. Посмотрим, что будет у нас, да? Так, сорок третий плюс семьдесят первый. И давайте с вами разберём, что здесь будет, получится в этот раз. Давайте, значит, опять распишем. Две молекулы оранжевого, две молекулы оранжевого плюс одна молекула жёлтого плюс две молекулы коричневого плюс одна молекула пепел. Семьдесят один плюс, значит, соответственно, одна молекула, давайте я так запишу, пепел. Расписываем теперь всё по порядку, потому что у нас здесь сложная, сложная, да, сложная. Расписываем с вами теперь десять семьдесят один и десять восемь. Хорошо, Танёш, давайте тогда сейчас вот эту закончу, медь с коричневым, и посчитаем десять семьдесят один и десять восемь. Так, дальше поехали. Два оранжевых раскладываем с вами. Значит, одна получается красная, одна получается жёлтая. Считаем дальше, одна жёлтая. Раскладываем коричневый у нас. Смотрите, здесь у нас две молекулы коричневого. Где-то получается по 0,7, если, да, так грубо брать. Значит, получается 0,7 красного, 0,7 жёлтого, 0,7 синего, да, красный, жёлтый, синий. Дальше у нас пепел, а одна молекула всего. Значит, у нас 0,5 и 0,5, да, получается 0,5 синего плюс 0,5 фиолетовый. Смотрите, 0,5 и 0,5, 0,5 фиолетовый. А я сразу же его раскладываю, да, где-то получается у нас, грубо там, 0,3 округлим. А фиолетовый у нас же с вами раскладывается, правильно, красный плюс 0,3 синий. Вот это вот у нас с вами один фиолетовый, вот оно. Это фиолетовый. Где у меня, куда пепел-то я делаю? Вот он, пепел. Вот у нас с вами 0,5 и плюс ещё вот так. Вот это и это у нас с вами пепел разложился, чтобы вы не путались. Теперь всё складываем опять же. Один красный высчитываем, ищем ещё красный. 0,7 красных. Значит, здесь получается у нас 1,7. Давайте зачеркнём сразу, а то забудем опять. Ищем ещё красный. 0,3. Смотрите, видите, 0,3. Значит, получается у нас 1,7 плюс 0,3. Получается 2 красных. Правильно я сосчитала? 2 красных. Проверяем. 1, 2, 3. Да, проверяем. Всё, это уже другие. Жёлтые считаем. 1 жёлтый. 2 жёлтых. 0,7 жёлтых. И всё, да? Значит, получается 2,7 жёлтых. Да? 1, 2, 3. И остались у нас синие. Давайте складывать синие. Так, плюс. Синий у нас с вами 1, синий у нас второй, и синий у нас с вами третий. Значит, здесь получается полторы молекулы синего. Правильно? Нигде я не потеряла. Всё, ничего не потеряла. Всё есть. Опять же, мы с вами привели к тому, что у нас с вами коричневый, жёлтый и синий. Фу, простите, красный, жёлтый и синий. Опять же, мы с вами должны найти коричневый, да? И ищем. Самое маленькое число у нас 2, как видите. Значит, у нас 2 молекулы коричневого идёт. Отсюда, соответственно, вычитаем 2. А, простите, я не то сделала. Самое маленькое у меня оказывается полтора. Значит, у нас полторы молекулы. Извините, не разглядела. А здесь 2 у нас так и есть. Значит, у нас с вами полторы молекулы коричневого. У нас же здесь полторы маленькое. Самое число – это синий. Плюс у нас с вами идёт 0,5 красного. И плюс здесь полторы, если 1,2. Вычитаем, если полторы, 1,2 – это какой у меня жёлтый. И того дальше высчитываем. У нас с вами 0,5 красного и 1,2 жёлтого идёт. Опять же, сокращаем. Красный, жёлтый у нас оранжевый. Видите, цифра большая коричневого. Значит, это у нас уже с вами превратился в коричневый. Это либо будет 0, либо будет семёрка. Но, как правило, обозначают не 0, а обозначают всё-таки семёрку. Дальше 7. И плюс мы с вами медь. Получаем здесь 0,5 красного, 0,5 жёлтого. Здесь берём. Получается 0,5. И сейчас мы увидим, что будет следующее идти. 0,5 оранжевый получается. И остаётся жёлтый у нас с вами сколько? 0,7. Правильно, жёлтого? Равно. Видите, жёлтого здесь больше, чем оранжевого. Значит, получается у нас 7. Жёлтого больше, чем оранжевого. Значит, соответственно, дальше идёт 3. А после этого идёт 4. Опять же, вот смотрите, видите, сложно составной цвет. То есть у нас будет всё-таки коричневый с лёгкой медью. Да, потому что, вы помните, вот третья цифра, которая после точки третьей имеется в виду, это какое-то усиление нюанса. Это совсем прям капельку. И получается, что у нас будет всё-таки бликовать вот этот вот цвет. Такой, как бы коричневый, золотисто-медный. Понятно. Но на уровне коричневого, помните, он сам по себе даёт, я вам говорила, он такой даёт, как бы медь чуть-чуть. Поэтому у вас получается, как бы медь с бликом. Потому что если просто 73 взять, он такой спокойный. А здесь будет чуть-чуть порыжей. Вот-вот вы придёте тогда вот к этому. Хотя мы с вами брали, видите, холодный. Но на нейтрализацию вообще никоим образом никуда не ушло. Так, какой вы мне следующий написали? Ирина, я не поняла вопроса, как получить не тот коричневый. Не поняла вопроса. Объясните, пожалуйста, ещё раз. Давайте, значит, 10, 71 и 10, 8. Сейчас мы с вами запишем. 10, нет, подожди, секундочку. Мы с вами сейчас, вы хотите десятку. Десятку мы сейчас отбрасываем, это один и тот же уровень. У нас на выходе 10, там какой-то получится. Понятно? Поэтому сейчас мы с вами 10 не берём, а мы берём их, как мы говорили. Просто цветовой нюанс. Так, значит, у нас получается с вами... О, опять пишу 10. Так, 71 плюс, как вы сказали, восьмёрку. Восьмёрку. Давайте. Рассматриваем у нас. Первый коричневый. Значит, две молекулы коричневого. Единица пепел, да, один пепел плюс восьмёрка. Мы с вами говорили про то, что восьмёрка – это разбавленный фиолетовый, да. Если нормальный фиолетовый – это две молекулы, то конкретно здесь восьмёрка будет один, да. Помните, мы с вами говорили, шестёрка – это натуральный фиолетовый, вернее, настоящий фиолетовый фиолетовый, а восьмёрка – это половина фиолетового, одна вторая часть. Почему мы здесь берём одну молекулу? Потому что половина, а эта цифра единственная. Если бы она была второй цифрой, то ещё половина половины была бы. Понятно? То есть отличается, например, допустим, десять восемь отличается от десять восемьдесят, от десять восемнадцать. Правильно? Мы же говорили с вами о половине. Вот здесь у нас будет одна молекула, а вот здесь же у нас две, и здесь ещё одна. То есть половина половины получается. То есть всегда будет сложнейше немножко считать. Здесь не одна. По идее, должна быть одна. Одна, помните, мы с вами две и одна. А у нас будет половина половины. Здесь, значит, одна вторая. Вот так будет. Правильно. А то я сама говорю, а не соображаю, что пишу. Видите, здесь у нас с вами одна, а не две. Первая цифра – две. Здесь должно быть две. У нас одна, потому что у нас разбавленный фиолетовый. Так, это я убираю, чтобы нам дальше решать. И теперь из этого исходим. Значит, у нас здесь одна молекула фиолетового, как мы с вами решили. И давайте считать. Два коричневых. Это у нас с вами, помните, мы говорим про 0,7. Красный 0,7. Синий плюс 0,7. Жёлтый. Плюс пепел. Опять же, пепел раскладываем. У нас здесь все сложные цвета, видите? Все сложные составные цвета. Дальше, что, пепел у нас с вами? Здесь одна молекула пепла. Значит, 0,5, 0,5. Пишем 0,5 синего, 0,5 фиолетового. Раскладываем 0,5 фиолетовый сразу. Значит, получается, помните, 0,3, мы с вами говорили, плюс 0,3. Красный и синий. Разложили. Вот это вот у нас вся целиком, вот это вся у нас целиком пепел. Дальше, фиолетовый плюс 1 фиолетовый. Фиолетовый у нас, опять же, сложный составной цвет. Значит, мы раскладываем пополам. 0,5 синего плюс 0,5 красного. Дальше считаем. Теперь нам надо все с вами сложить. Все, как всегда. Считаем. Давайте из красного начинаем. Значит, красный 1. Ищем красный 2. Это у нас уже одна молекула. И еще красный. Значит, полторы молекулы красного. Давайте проверим. Ничего я не потеряла. Красный. Красный. Все, значит, полторы молекулы красного. Дальше. Синий. Синий. Высчитываем синий. 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 И синий. У нас с вами получается полторы молекулы синего. И остался желтый. Давайте ищем. Да, все. Один желтый получается. 0,7 желтого. Теперь мы с вами должны, как видите, сократить, да, это все. Потому что у нас с вами есть все наши основные три цвета. Это синий, желтый и красный. И, соответственно, по наименьшему количеству мы с вами высчитываем. Из полутора 0,7 это получается, грубо, 0,8, да. Так, 0,8 коричневого. Не коричневого, а красного у нас здесь осталось. Давайте поэтому сначала запишем коричневый, чтобы его не потерять. 0,7 коричневого плюс осталось у нас здесь 0,8 красного плюс 0,8 синего, да. Правильно, красный. Вот, смотрите, вычла 0,7 отсюда и отсюда. Основа у нас получается, видите, коричневый. Здесь вот побольше у нас идет красный плюс синий. Это какой? Фиолетовый, да. Фиолетовый. Поэтому у нас с вами получается 80, 0,8 вернее, не 0,8, а 0,8 фиолетового плюс 0,7 коричневый. Ну, смотрите, мы же с вами, помните, чуть-чуть побольше взяли молекулу, да. Поэтому, как правило, он будет такой коричневый с розоринкой. Потому что вот этот вот у нас цвет, он ненасыщенный все равно, потому что разбавлен коричневым будет. На выходе у нас с вами 78 получится. Видите? Приблизительно, когда вы уже научитесь понимать цвета, вы когда на него посмотрите, вы посмотрите, что вот эта единичка, она уйдет просто на заглушение, на нейтрализацию желтого, который уйдет на уровне, который есть на уровне десятого. И у вас так и останется 78. Вот этот долгий подсчет, и мы с ним уже пришли. Это не просто я хочу вас запутать, это просто, чтобы вы потом в итоге понимали, что мы с вами смотрим, когда на цвет, мы сразу должны просчитывать, какой из них уйдет на нейтрализацию. И у вас в итоге получится все-таки вот такой чуть-чуть с розовинкой. У вас получится не холодный, а все-таки с легкой розовинкой. То есть такой коричневый с розовинкой, он не будет с пеплом, а будет еще чуть-чуть с розовинкой. А розовинка, потому что у нас фиолетовый с вами здесь присутствует. Так, это мы с вами решили, теперь переходим, я смотрю, вы мне ничего не написали, переходим тогда решение уже с задачами, задачи с УГТ. Именно решение задач идет у нас. Сейчас чуть-чуть помоем, а то стало уже грязное. Значит, к вам пришла клиентка. Вы определили у нее уровень глубины тона. Да, взяли нашу палитру, определили, какой у нее тут уровень. Дальше посмотрели ее длину, определили, какой у нее уровень по длине, какой у нее цвет по длине. У нас очень много, почему нельзя сразу рассмотреть, как 7,71. А потому что он не будет с пеплом. Вы видите, в результате он получился с фиолетовым таким отливом, то есть с розовинкой будет, то есть с сиренево-розовой, а не все-таки пепельной. Понимаете, когда вы говорите 71, Ириш, когда вы говорите мне 71, это значит холодный, глубокий, коричневый цвет. Он в итоге, вот на предыдущей задаче, холодным, глубоким, коричневым не получится. У вас он получится коричневый с легкой розовинкой. Вот так. Потому что, вот мы с вами, потому что посчитали все. И это математика, как ни крутите. Не получится у вас холодного коричневого. Значит, мы с вами теперь переходим к задачам уже с уровня глубины тона. Поэтому пришла у вас клиентка. Вы определили ее уровень глубины тона. Она у нас имеет, например, допустим, шестерку. Пишем натуральная база 6. НБ это натуральная база. Кто вопрос о здоровье? Натуральная база 6. Она вам на палитре показала, что она хочет... Что? Она хочет семерку. Да? Давайте. Она хочет семерку, но она хочет семерку, например, давайте начнем с простого, да? Она хочет семерку у нас желание. Какое у меня там 71? Она хочет коричневый, холодный. Вот. Давайте. У нее желание 7,71. Вот. Вы мне написали речь семерку. Давайте я с вами ее рассмотрю. Смотрим, какая у нее длина. И вот здесь сразу же мы с вами должны вспоминать первый наш урок и второй урок. Потому что у нас в каждой натуральной базе содержится что? Фон осветления. Да? Дальше фон осветления у нас с вами содержится, когда мы начинаем осветлять. И плюс еще, когда все это есть у нас, имеете фон осветления, мы должны учитывать с вами сразу же нейтрализацию. Получится ли у нас цвет с вами, если мы возьмем и положим сразу чистый 7,71. Получится ли у нас такой цвет на выходе? Да никогда в жизни не получится. Потому что, во-первых, семерка, как я вам говорила, она имеет больше рыжимку, чем ноль. Ноль, потому что он замешивается немного на другой основе. Например, в нуле там будет больше либо синего, либо зеленого, а в этом больше меди. Понимаете? То есть он коричневый, но не совсем коричневый. То есть они отличаются. Мы с вами просто все это пишем и рассказываем для того, чтобы вы имели представление. Так вот, вспоминаем теперь с вами, что же нам надо сделать. Ну, длина, давайте я сейчас в данный момент длину не беру. Следующую задачу возьмем с длиной, да? Потому что вам сейчас надо понять принцип работы. Мы с вами прошли оксиды, прошли фоноосветление, прошли нейтрализацию, прошли правила мы с вами 12, 10, 11. Мы все это с вами прошли. Теперь мы ковыряемся там и вытаскиваем, что нам надо сделать. Берем нашу таблицу и смотрим. Она хочет... Смотрите, когда мы решаем задачи, у нас стрелочка наверх, вот такая, обозначает что? Обозначает поднятие цвета. Здесь у нас шестерка, здесь у нас семерка. Она хочет светлее. На сколько тонов получается? Давайте высчитаем. У нас получается, мы должны считать, не вот тебе 6,7, 1 тонн, а она должна путь пройти. Она должна осветлить шестерку и дальше дойти еще до семерки. То есть здесь у нас с вами осветление получается на 2 тона. На 2 тона. Запишите себе вот так, чтобы вы знали. Если мы осветляем, стрелочка наверх. Если мы затемняем, стрелочка вниз. То есть вот здесь, чтобы вы не ошиблись, да, вы должны понимать, что шестерка, это не край шестерки, это старт шестерки. То есть она должна пройти осветление. Краска должна пройти вот этот вот маршрут весь свой по шестерке и дальше уже прийти к семерке. То есть 2 тона осветления. Всегда, вы знаете, цвет чище получается. Не когда она должна до границы дошла, а тогда, когда она осветлила, и вы дальше уже положили цвет. Вспоминаем, как работают у нас красители. Я не буду вам про атомарный кислород. Это то, что я вам говорила. Простите, сейчас, секунду. Это то, что я вам говорила, как мы с вами для людей должны сказать. Как работает краситель перманентный. Осветляет, затемняет, кондиционирует. Затемняет, это имеет это формирование именно искусственного пигмента. Научным языком я вам говорила, вы себе красиво все записали. А это для людей, чтобы они понимали. И вот это вот. Да, Ин, я очень рада. Вы тоже записывайте, потому что это надо действительно понимать. Что с чем можно смешивать, что с чем нельзя. Так вот, осветляет, затемняет, кондиционирует. Так вот, чтобы лучше затемнило, то есть мы с вами должны хорошо пройти и семерку. То есть нам надо пройти с вами два уровня. Шесть и семь. Понятно? И тогда у вас уже сюда хорошо ляжет цвет. Значит, еще такой момент. Мы когда с вами рассчитываем нейтрализацию, а вы понимаете, что у нас есть фоносветление. Вот, что бы вы ни делали, у нас он есть. И вы должны это просто выучить, так как это отче наш. Не может быть ни одного волоса, не имеющего фоносветления. Он всегда у нас есть. Просто. Даже когда вы не осветляете. Он просто присутствует в волосе навсегда. От рождения. У каждого уровня глубины тона есть свой фоносветление. Это надо выучить. Напишите мне, пожалуйста, какой уровень тона у шестерки, какой уровень тона, уровень глубины тона у семерки. И на, пожалуйста, да, приходите. Я совершенно не против. У нас, во-первых, я тогда допишу, поставлю под урок наш вот этот тренер. Ссылку на тренинг вы можете с нами пройти еще два интересных урока. Следующий у нас 23-го будет. Я надеюсь, что мне домашнее задание пришлют. И я его не перенесу, этот урок. И также индивидуально занимаюсь. Конечно, занимаюсь. Но все вопросы, пожалуйста, не тогда не здесь. А пишите мне на WhatsApp. Я всегда доступна. Когда есть время, я всем отвечаю. Девчонки не дадут соврать. Все знают, что я пока работаю, ни с кем не разговариваю. Как появляется окошко, всем всегда все отписано. За это время я пока еще не увидела, чтобы вы мне написали, пока я тут наговариваю, фон осветления, фон осветления семерки. Это нам нужно понимать обязательно. Я сейчас вам расскажу, почему. Напишите мне, пожалуйста, фон осветления шестерки, фон осветления семерки. Я вам рисовала еще такую шкалу, если вы помните. Помните, шкала такая у нас была, где у нас с вами здесь идет шестерка. И пошло дальше вверх и дальше вниз. Это у нас с вами основная цифра, которую вы должны были запомнить. И дальше у нас с вами идут фоны осветления. Так. А что вот это такое, Ирина, вы мне написали, 734-743. У нас с вами здесь 6, а здесь 7. Так, ладно, я поняла. Значит, это вам тоже надо выучить. Видите, как дальше нам с вами идти работать, если вы не можете выучить вот эти вещи. Там всего-то их несколько, фонов осветления. Мы должны их выучить наизусть, чтобы легче нам надо... Мы с вами разговариваем на одном языке. Мы разговариваем на языке цифр. Но для нас это проще. Потому что сказать, например, допустим, там фон осветления у нас медный, а это медно-золотистый, да, это просто очень сложно. Гораздо быстрее сказать там. Там фон осветления 4, а здесь 43. Правильно? Поэтому здесь у нас фон осветления с вами медь. То есть получается четверка, а здесь у нас фон осветления 43. То есть получается медно-золотой цвет. И вот сейчас скажу такую вот как бы волшебную вещь, которую вы должны запомнить. Мы всегда с вами, когда используем не спецблонд. Спецблонд отдельная тема, о ней мы будем говорить на следующем уроке, еще раз говорю. Это действует только для палитры, именно от единицы до десятки. И, как правило, когда мы с вами работаем в осветлении, да, то есть вот когда мы либо тон в тон, там, ну, в общем, с единицы до десятки для этой палитры. Мы всегда должны с вами рассчитывать нейтрализацию по пожелаемому тону. Потому что мы вот с этого тона с вами сразу уйдем. Возможно, мы потеряем какие-то молекулы, да. Когда вот этот вот холодный, например, у нас здесь синий, возможно, мы его потеряем. Но вначале, когда идет разрушение нашего вот этого пигмента натурального, вот эти молекулы, они разрушаются гораздо быстрее. А работа у нас с вами начинается вот здесь. Вот здесь мы должны уже с вами закладывать нейтрализацию, рассчитывая на желаемый тон. Еще раз повторю, если я что-то непонятно сказала. Давайте еще раз. У нас есть работа, да, и мы должны с вами покрасить и сделать немножко светлее, например, допустим, либо немножко темнее, там, неважно. Когда темнее, все проще, кстати. Значит, вот мы с вами должны, когда у нас идет особенно работа осветления, пускай там на полтона, она все равно будет, если вы возьмете даже полуторку, она все равно на полтона осветлит. Если вы возьмете трешку осветлит на целый тон, все зависит от того, какой волос. Как только у нас есть желание, да, есть желание красителя, так вот, у нас с вами должна рассчитываться нейтрализация по желанию. Ириша, вы написали 7,34 и 7,43. У нас фон осветления семерки, 43, а не 34. 34 у нас идет уже у восьмерки. Потому что здесь больше миди, чем желтого, там желтого совсем чуть-чуть. Еще раз, понятно? Мы с вами должны нейтрализацию рассчитывать именно на уровне желаемого тона, желаемого цвета. Да, правильно, Наташа, отлично, все знаете. Значит, соответственно, здесь я пишу, что у нас 43. Третий, вот это вот наше с вами, да, базовый фон осветления. Правильно, да, Наташа, отлично. Здесь у нас оранжевый. Но так как мы с вами осветляем, видите, у меня стоит вверх стрелочка и цифра 2. Вот, раз мы с вами осветляем, то значит, соответственно, мы должны фон осветления рассчитывать, нейтрализацию для вот этого цвета. Так, значит, первый этап, мы с вами разбора закончили. Мы поняли, что мы работаем в основном теперь с семеркой. Здесь мы осветляем, но работаем мы на седьмом уровне. С пигментами, с нейтрализацией на седьмом уровне. Дальше. Раз мы осветляем на 2 тона, у нас с вами должен быть взять какой-то определенный оксид. Какой? Какой оксид нам взять, чтобы осветлить на 2 тона? Нам надо с вами поднять. Вы пока мне пишите, а я вам расскажу. Напишите, пожалуйста, какой мы с вами должны взять оксид. А я вам пока расскажу, напомню о том, что волосы у нас бывают разные. Бывают толстые волосы, бывают тонкие волосы. И, ну, бывают, естественно, и нормальные, конечно же, про нормальные. И вообще здесь речь у нас с вами не идет. Нормально это все у нас нормально. У нас все гораздо сложнее, если волос толстый, и гораздо сложнее, если волос тонкий. Отлично, Валюша, все правильно. Берем оксид шестерку. Значит, соответственно, пишем сразу, у нас с вами оксид 6. Но оксид 6 у нас отлично, Ряна. А если у нас с вами здесь волос толстый, либо волос тонкий, что нам делать? Шестерка, она поднимает на 2 тона. Но волос, когда тонкий, он может засветлиться еще больше. Мощность шестерки может быть большая, да? Если нет седины, а если он засветлится больше, значит, и рожены будет больше. А мы-то хотим в итоге, что? Мы хотим нейтральный коричневый цвет, правильно? Тут вот такой вопрос скользкий по поводу шестерки. Если волос как бы нормальный, а бывает еще, кстати, знаете, что из практики вам говорю, бывает температура тела высокая у человека. И тогда получается, что и корень опять сияет, засветляется корень. Отлично, Надюш, тоже. Да, шестерка, все верно, вы молодцы, с окислителями вы выучили. Так вот, когда идет задача? Здесь нет у нас в условии задачи, что тут есть седина, видите? Нет в условии задачи. И нет в условии задачи, что тонкий волос. Отлично! К этому и хочу сказать. Значит, у нас получается, шестерка сильно засветлит на 2 тона. А нам с вами, да, а засветлит на 2 тона, у нас с вами будет, нам надо будет больше бороться с медью. Понимаете? Потому что все холодные вот эти вот молекулы, они просто съедятся. И скоро осветление вот этот медный гораздо сложнее заглушить. Поэтому я вам рекомендую, если нет седины, если нет толстого волоса, есть нормальный либо тонкий волос, тогда вы просто берите. Основное условие седины нет, потому что как только вы увидите седину, она просто не прокрасится. Если европейское окрашивание, не вопрос. А если не европейское окрашивание, а как привыкли наши российские люди, да, хорошо закрашивать седину, то, а самое главное, это вы помните, я вам, наверное, говорила уже, надеюсь, я это не упустила, что у нас с вами с единицы до семерки закрашивается все, не до семерки, а до шестерки закрашивается все отлично, а с семерки и выше закрашивается уже седина так себе. И помните, почему я вам рисовала коробочки с пигментом, краски, тюбики, помните? Я надеюсь, помните, почему у нас закрашивается с седьмого уровня по десятый, седина гораздо хуже. Вот, значит, соответственно, у нас, если с вами волос нормальный, либо тонкий, мы с вами берем 4,5% оксид. Почему? Для того, чтобы нам не получить на выходе сильно рыжий цвет, а лучше получить такой, как бы, грязненький цвет, потому что мы накладываем все-таки достаточно теплый тон, мы не делаем пепла. Если мы делаем пепел, то, естественно, нам надо будет поднять выше. Не помню, кто-то мне там задавал вопрос про пепел, дойдем сейчас. Ну, конечно, все еще индивидуально, у всех еще разная стойкость пигмента. Здесь у нас все просто, у нас все-таки с вами цвет больше теплый, то есть такой коричневый, чем холодный. Значит, основное мы с вами определились, что нам надо осветлить на 2 тона. Значит, взяли мы с вами 4,5%. У кого-то, может быть, и 3% поднимет, потому что трешка реально, если тонкий волос, поднимает на 1 тон. Поэтому... Или кто-то хочет создать большую глубину. Но сейчас мы с вами берем 4,5%, потому что мы с вами решаем так задачу. А уже это все индивидуально. Видите, сколько нюансов вы должны учесть, когда к вам приходит клиент. Вот тонкий волос, толстый волос. Смотрите на полотно волос. Полосатость есть, если ровно прокрашивается. Если есть полосатость, цвет светлее, цвет темнее. Знаете, с такими полосками идет по полотну, по длине волос. Будете смотреть, когда разглядывать. Прямо полоски такие могут быть. Это либо разный краситель, либо температура тела высокая. И каждый мастер красит по-своему, получается. Кто-то берет там 6%, кто-то берет 3%. И за счет этого фон осветления тоже будет разный. Так, значит, здесь мы с вами определились. Оксид у нас с вами 4,5%. Дальше. Помните, мы с вами дошли до уровня 7% с помощью 4,5%. И нам надо с вами что сделать? Сделать, в первую очередь, нейтрализацию. Потому что у нее все-таки коричневый холодный цвет. Да? Раз у нас с вами 43-й. 43-й фон осветления. Правильно? Какой корректор нам надо взять, чтобы убрать вот этот наш фон осветления, чтобы превратить его в коричневый? Какой? Напишите мне, пожалуйста, корректор нам надо взять, чтобы нейтрализовать наш фон осветления медно-золотой. То есть 43-й. Напишите, пожалуйста. Давайте я здесь вам напишу. Значит, 43-й. Это у нас с вами оранжевый плюс желтый. Какой нам надо с вами взять? Добавить серый. Вы уверены? Смотрите. У нас с вами идет, здесь оранжевый, да, здесь у нас два оранжевых, да, один желтый. Разбираем пепел. Пепел. Добавляем, разбираем. Пепел у нас с вами идет, синий плюс фиолетовый. Один к одному. А значит, получается, у нас с вами останется, давайте смотреть, хорошо, фиолетовый у нас уйдет, а здесь у нас синий и оранжевый, что будет с этим. На выходе у нас останется с вами один оранжевый. То есть вы добавите сюда пепел и просто тупо получите все равно такой грязно-оранжевый цвет. То есть грязно-оранжевый. Шутка, не знаю, как зовут, прикольно. Шутка 228. Видите? Мы с вами, если просто добавим сюда пепел, все равно не сыграем. Потому что у нас здесь два оранжевых, а один идет желтый. Поэтому вы пепел можете добавить, но потом уже на усиление. Но сначала-то нам надо нейтрализовать. Такое, пишите следующие варианты. Мне надо, чтобы вы решали. Понимаете, я-то знаю, как это по задачу решить. Мне надо, чтобы вы включали голову. Нейтрализация 43-го у нас какая с вами идет? Понятно, что синий, фиолетовый. Фиолетовый у нас с вами что дает? Фиолетовый он может быть красным. Вы уверены, что в фиолетовом содержится больше синего, чем красного? Работать с фиолетовым микстоном только можно в одном случае. Если вы четко знаете, что содержится в этом фиолетовом микстоне. Смотрите, скорее всего, вы работаете на фирмах, которые тоже себя уважают. И у нас в этих фирмах существует микстона, которые называются антижелтые. В них уже идет смешанный фиолетовый и синий. Они, там пропорция достаточно хорошая, что она именно нейтрализует именно этот, да, 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 то, что вы пишете, да, уже всем повторяю, да. Значит, и у нас с вами есть микстона, которые называются антижелтые. Я рекомендую вам пользоваться этими микстонами, потому что там идет уже баланс. Именно для нейтрализации желтого цвета. Хороший баланс. Вот, да, это раз. Во-вторых, я рекомендую, есть уже всегда, ну, не во всех, конечно, брендах, но вы можете упростить себе жизнь и купить в других брендах, в тех, в которых уже есть эти микстона. У нас с вами есть микстона уже готовые. Какие? Как, например, сине-зеленые там, да, сине-фиолетовые, фиолетово-синие. То есть эти микстона, они уже готовые именно к эксплуатации. То есть вам не надо вот это смешивать количество, а сколько же мне добавить, нужно рассчитать и так далее, да. Там вам уже рассчитывать надо. Исходя из этого, сразу же вот это количество микстона, а не чуть-чуть этого, чуть-чуть этого. Это упрощает жизнь. Посмотрите, пожалуйста, в каких брендах есть. Вот точно знали, я пользуюсь этими брендами. Это у нас 100, как называется, Constant Delight, я, по-моему, вам говорила. Constant Delight, да. И хотя эти микстона, эти цвета созданы с помощью Саши Куватова, мы с ним когда-то тоже работали вместе, очень хороший мастер и действительно умный. Так что рекомендую, если кто-то хочет, к нему тоже пойти поучиться. Так что мы когда-то начинали с ним свою карьеру вместе. И вот он изобрёл вот эти цвета, которые сейчас в Constant Delight используются. И можно пользоваться, например, допустим, ими. Я просто не парюсь, я их попробовала уже, и они действительно неплохие, я использую их в своей работе. А я вам уже говорила, я работаю на многих брендах, но я не пользуюсь всеми брендами полностью. Полностью пользуюсь я только, наверное, Goldwell, потому что мне нравится качество их, да. А остальные я беру какие-то выборочные цвета, которые мне понравились, как в работе работают. Так, ну, серо-фиолетовый. Давайте с вами теперь разберём уже. Так, я вот это стираю. И переходим к дальнейшему решению задачи. Значит, у нас с вами, мы с вами говорили, что есть фиолетовый, который у нас фиолетовый, где больше красного, есть фиолетовый, где больше синего. Поэтому фиолетовый надо уже очень использовать аккуратно. Поэтому, как правило, сейчас в основном в брендах есть всё-таки антижёлтый микс тон, да, и вы можете использовать его. Сейчас мы с вами теперь запишем, что сюда нужно добавить. Значит, смотрите, так как у нас медь и жёлтый, да, значит, соответственно, медь у нас с вами идёт, это синий, правильно? Синий микс тон, сейчас я напишу, микс синий плюс микс антижёлтый, антиже, да, вот антижёлтый написала. Нам надо ещё понять, какое количество, правильно? То есть, это только часть решения задачи, не забывайте. Мы сейчас делаем что? Мы с вами делаем нейтрализацию нашего фона осветления. Значит, соответственно, высчитываем. Это у нас, если здесь ещё есть длина, то это будет только первое решение задачи. Потом вот ещё дальше пойдёт. Это уже следующее будем с вами смотреть. Так, дальше, значит, мы поняли с вами, что нам антижёлтый должен нейтрализовать наше золото, и синий нашу медь, правильно? И вспоминаем правило 12, правильно у нас с вами рассчитываем правило 12, минус 7, высчитываем здесь, сколько у нас получается. Можете сюда капнуть ещё чуть-чуть, конечно, фиолетового, но фиолетовый лучше капать вместе с зелёненьким. Вот тогда у вас произойдёт более-менее хорошая нейтрализация. Да, почему? Потому что фиолетового, я уже сказала, может быть больше красного, и тогда будет беда, то есть у вас не получится холодного коричневого цвета. У вас всё равно будет коричневый-коричневый, потому что если добавить красный, то он на выходе может бликовать всё-таки рыженьким и красным. Так, значит, у нас здесь получается 5, это равно у нас 2,5 грамма. Здесь у нас сантиметра, если вы помните, здесь у нас пополам это грамма. Значит, соответственно, нам с вами 2,5 грамма для нейтрализации, ещё раз вам повторю, нам надо с вами добавить синего и антижёлтого. Синего у нас с вами больше, антижёлтого у нас с вами добавить надо меньше, потому что здесь это вторичный цвет, да, вторичный цветовой нюанс. И, соответственно, мы с вами должны рассчитывать 2,5 грамма. Значит, здесь мы где-то с вами добавляем синего. Ну, здесь вот, смотрите, 2,5, да, ну, как вот его рассчитать 2,5? Ну, давайте добавим тогда синего у нас 2 грамма будет. А, вот здесь я напишу 2 грамма, грубо будет. Так, мы добавим с вами синего. И я, так как невозможно полграмма, это нужны точные весы, поэтому антижёлтого вы добавите 1 грамм. Так, вот у вас он будет более такой заглушённый цвет. Всё, вы нейтрализовали, да, а так как вы взяли чуть-чуть больше ещё плюс синего, значит, вы что сделали? Вы чуть-чуть уже захолоднили, уже, то есть у вас вот здесь полграмма синего ещё в перспективе осталось, то есть как бы для усиления. То есть мы с вами должны были, например, взять полтора грамма грубо, но нам неудобно полтора грамма брать, вы видите, да, не получается, на весах мы не взвесим. И мы взяли с вами чуть больше вот этого синего, и у нас уже пошло усиление цвета. Видите, то, что полграмма у нас вот этого синего отработает ещё на усиление. Когда мы с вами накладываем дальше 71 цвет, вы помним, у нас с вами в запасике есть ещё чуть-чуть синего, как раз вот нам и даст вот чуть-чуть коричневатый отлив. Но кто-то мне здесь писал, два пепел, один фиолет. Шутка, шутка, нет, это не шутка, это я имела в виду шутка, здесь название шутка 228. Отвечаю. Можно одну часть фиолетового добавить, если вы уверены, что там синий фиолетовый, да, цвет, а не фиолетово-красный. Потому что если красный, то вам ещё надо капнуть тогда зелёного, чтобы нейтрализовать это красный, да. Но по логике вещей антижёлтый будем мы с вами в скобочках называть фиолетовым. Хорошо, чтобы вам было спокойно. Правильно, то есть нам надо с вами два синих и один фиолетовый. Но фиолетовый, вот я вам написала, который антижёлтый именно. Хорошо? Антижёлтый это немножко другой цвет. Так, и теперь дальше мы с вами смотрим, что нам сюда ещё надо добавить. Соответственно, да, мы должны с вами здесь понять, какую же краску нам здесь взять. Если мы с вами возьмём сразу же эту краску, получится ли у нас на выходе цвет? Конечно, получится. Во-первых, осветление всего лишь два тона. Мы с вами, видите, не в ноль осветлили. Мы здесь уже немножко добавили с вами холодного, нейтрализовали. И у вас теперь на вот эту коричневую, чуть-чуть с холодненькой базу, которую вы уже сделали с помощью нашей нейтрализации, мы с вами положим 7,71. Правильно? У нас по логике должен получиться как раз хороший цвет. Но всё-таки у нас 7,71. А вдруг у нас стойкий пигмент? Вот бывает стойкий пигмент. Своего натуральный, натуральный пигмент. И уйти от этого нельзя. Поэтому я вам рекомендую как раз добавить ещё чуть-чуть пепел. Кто мне там пишет? Именно пепел, да, пепел. Помните, у нас с вами смесь идёт фиолетового, синего и фиолетового, да? И поэтому мы с вами добавляем ещё пепел. Значит, микс пишу, пепел. Микс пепел. Сколько нам его с вами добавить? Ну, можете добавить где-то 0,5-1 грамм. И у вас тогда будет именно коричневый холодный цвет. Да? Но, но, опять же здесь, из какой прокурции мы с вами высчитываем? Кто знает, на сколько грамм вот это всё рассчитывается? Пишите, на сколько грамм? Видите, задержка идёт у нас с вами. Хочется же работать лично. Хочу вопрос-ответ. А время идёт. Синий, да. В общем, короче, можно добавить даже не один, а всё-таки полграмма, наверное, лучше будет. Иначе вы сильно захладните. И у вас тогда на выходе, на выходе как раз будет 7,71. Хороший 7,71. На 30 грамм. Отлично. Прям я рада. Вообще, девчонки, молодцы. Вот. Поэтому и это всё, вот этот расчёт. Из 30 грамм. Если вы взяли 45 грамм, то, соответственно, вы увеличиваете наше микс тона. Всё прямо пропорционально. Вот таким вот образом мы с вами высчитываем задачу, да. Но, когда мы с вами вот это вот всё высчитываем. Сейчас я чуть-чуть, я сейчас вам перепишу это всё. Я просто хочу показать, как вы пишете. Мы с вами немножко отступаем, да, для того, чтобы нам с вами было понятно. Мы с вами берём всё-таки 7,71. Потому что, когда мы хотим холодные цвета, мы будем вообще другие красители брать. Мы здесь поняли, что у нас вполне красиво будет получаться, если мы возьмём этот же цвет. Его несложно получить. Правильно, да. Всё на 30 грамм. Значит, соответственно, мы разводим, как всегда, один к одному. Потому что у нас нет никаких дополнительных условий. У нас нет седины. У нас нет тонирования. У нас с вами обычное окрашивание. 30 грамм. Поэтому мы берём 30 грамм. Здесь у нас оксида, соответственно, тоже 30 грамм. Плюс. И вот здесь уже пошло микс тонов. То, что я вам писала. Синий плюс микс тон. Фиолетовый плюс микс тон. У нас с вами... Ну, я его один напишу, потому что мы с вами решили, что это пепел. Один. Всё в цифрах. Хорошо? Хорошо. И здесь мы с вами высчитали. Значит, здесь у нас 2 грамма. Да, здесь у нас 1 грамм. И здесь у нас 0,5. Ну, на глаз выдавите там маленький червячок. Вы помните, что это сантиметры где-то будет. И у вас тогда на выходе будет 7,71. Это один прям реально хороший коричневый, такой коричневый холодный цвет. Вот это наше решение с вами задачи. Видите? То есть я должна написать оксид. Должна написать сразу сколько грамм. И вот здесь, видите, я применяю уже несколько, скажем так, правил, которые я должна просто наизусть знать. То есть первое, фон осветления, да, желаемого цвета, потому что я иду к нему. Значит, соответственно, я работаю на фоне осветления. Еще раз напомню, что это правило у нас с вами действует только для обычных красителей, не спецблонды. Спецблонды по-другому работают. И мы с вами еще взяли не сильный оксид. Помните, я вам говорила, что чем сильнее оксид, тем больше он съедает пигментов. И не только фон осветления, но еще и в краске. Поэтому вы должны просто всегда на сильный оксид с запасом класть. Очень много нюансов, поэтому все эти нюансы должны четко, просто выучить. Дальше, значит, первое у нас с вами, как я сказала, это фон осветления. Видите, первая задача. Вторая задача наша, которую мы должны помнить в голове. Насколько тонов нам осветлить, а соответственно, какой оксид взять, это вторая задача. Третья задача, какой цвет нам взять, чтобы получить желаемый цвет. Потому что вот этот цвет и этот, они могут не совпадать. Мы сейчас с вами будем считать холодные, когда, и вы поймете, что нам надо брать другой цвет. Третье, правило 12, когда мы с вами рассчитываем викс тона. И еще плюс усиление цвета. Вот смотрите, сколько правил в одном, только в одном покрасить корни. Вот в данном случае, это только покрасить корни. Понимаете? А у нас еще есть полотно, которое мы дальше должны проработать. И могут быть условия седины и так далее. Здесь уже сколько вы должны учесть, чтобы вы не перепутали и цвет получился красивый. Вот это себе сейчас запишите, решаем следующую задачу. Давайте с вами теперь считать холодные цвета. Мы сейчас возьмем, опять же, окрашивание корней. Пока длину не берем. Для того, чтобы вы понимали, что с оксидом тоже меняется пропорция добавления микс тонов. Вы должны сейчас это понять. И как мы берем красители какие. Например, допустим, у нее 7, натуральная база 7. А желание у нее, я пока не беру длину, еще раз говорю. Пускай желание у нее будет, опять же, 7. Но 7 она хочет 1. Она хочет 7,1, уже холодный цвет. Ну вот здесь конкретно нет, в этой палитре, по-моему, нет никакого синего, да? Только пепел есть, да? Только пепел. Ну, значит, будем работать с пеплом, да? Дальше. 7,7. Вроде ни на каком уровне осветлять не надо. Условия у нас того, что у нас седина, вроде как нет, да? Дальше, опять, вспоминаем. Нам поднимать, в общем-то, ни на сколько уровней не надо. Мы работаем на одном уровне. Значит, мы работаем с вами на 4,3. 4,3. Опять же, на 43 уровне работаем. На нашем, вот здесь, ну что ж такое-то, не получается у меня написать вам здесь. 43, вот так. На 43 уровне работаем. Что здесь, что здесь у нас совпадает, да? Как только мы с вами видим, что нам поднимать ничего не надо, осветлять не надо. Дальше думаем. Хорошо, значит, по идее мы можем, можно прописать по последовательности решения задач. А как я сейчас в данный момент пишу, Надь? Я не поняла. Мне кажется, последовательно я вам рассказываю, что зачем. А вы сейчас меня слушайте и записывайте себе. Вот этот алгоритм вы должны проговаривать. Это же видео, оно сохранится. Вы остановите, запишите, остановите, запишите. Вы хотите, понимаете, вот сразу и всё, да? Я вам говорю, вы должны самое основное цеплять и знать, да, что нужно делать. Я не могу за вас придумать решение вообще, как выйти, как упростить свою жизнь, да? Я вам рассказываю здесь, специально распинаюсь в прямом эфире для того, чтобы вы поняли, что нужно, что, зачем думать. Это логика, эта логика должна у вас выработаться. Когда вы подойдёте вот к клиенту, вы сразу, Ольга Владимировна, и вы слышите, Ольга Владимировна, это мне сказала. У меня есть одна моя любимая ученица, Галя её зовут. Она меня всё время слышит. То есть, когда она что-то делает не то, она говорит, такое ощущение, что вы мне на ухо. Не так. Сделай это. Натяни влево, натяни вправо. Положи какой микс тон и так далее. Вот. Поэтому вы тоже должны просто выработать это. Миксы по правилу 11. Вообще не вопрос. Если вы были, Валя, на моём уроке на тренинге, я говорила вам о том, что это, как правило, рассказывает вам технолог бренда. И он вам предлагает, как высчитывать нейтрализацию именно для вашего красителя. Правило 12 и правило 11. Это и есть... Так, селектор, фиолетовый, холодный. Обычно на нейтрализацию идёт одна часть фиолетовая, три части серого. Хорошо. Вы уже работали вот с тем, что вы мне сейчас говорите. Понимаете, вы работали, может быть, для своего бренда. Я не знаю, на каком бренде, Наташа, вы работаете. Я вам говорю, общее для всех брендов. Потому что мы не можем работать с вами сейчас по одному бренду. То, что мы с вами берём цифры из Эстеля, это всего лишь цифры, чтобы нам с вами понимать, о чём речь идёт. Понимаете? Потому что у кого-то пепел – это пепел, а у кого-то единица – это синий, да, допустим. Или там ещё какой-то цвет, там, например, допустим, единица – это антижёлтый. То есть это смесь фиолетового с синим, но только больше фиолетового, чем синего. Ведь у многих брендов наоборот. Понимаете? И единица пепел – это не единица... Например, допустим, единица в Эстеле и единица в Констант-де-Лайте – это разные единицы. Вообще разные. Понимаете? Возьмёте в Констант-де-Лайте эту единицу, и вы ничего не получите. Возьмёте пепел у капуса – там, ну, пепел там синий идёт. Вот реально синий идёт. Поэтому о чём мы тут говорим? Да, конечно, запись сохранится, пересмотрите, всё запишите. Поэтому давайте мы сейчас с вами поймём, как вы выстраиваете логическую цепочку в решении задачи. Вот то, что мы называем решение задачи – это реальный клиент. И вы должны вот с этим вот клиентом пройти всю эту цепочку. Вы встретили клиента, определили натуральную базу, показали ему палитру, определили, какой цвет он хочет. И дальше вы уже делаете решение задачи. То, что мы расписываем, это мы формулируем, логически строим цепочку именно к тому, чтобы прийти к результату. Это не просто так. Это действительно работает. И вы должны с каждым клиентом эту цепочку выстраивать. И я делаю точно так же, потому что от фона осветления никуда не уйдёшь. От нейтрализации никуда не уйдёшь. И плюс ещё, дайте, бывает так, что и рыжие цвета, они не рыжие, а красные. И тоже нужно об этом думать, потому что вы попробовали, клиент у вас носит яркий, такой интенсивно медный цвет. Вы взяли какой-то там краситель в другой палитре, да, там, или, например, сняли у вас с производства вот этот краситель. Вам же надо его сделать, а как? А вот в тёмных цветах красного больше, чем медного. А она не носит у нас, понимаете, красный цвет. Она носит медный и яркий, интенсивный. А он, получается, грязный и медный. И как быть? Понимаете? Вот в каждом, в каждом случае, получается, надо накупить кучу брендов, чтобы самой протестировать? Нет. Нет, Ириш, не надо покупать кучу брендов. Ваш салон, где вы работаете, всё равно работает на каком-то бренде, на одном, да? Ну, иногда бывает два бренда. Смотрите, работа в салоне и работа дома – это разные работы. Я думаю, что вы не только же в салоне будете работать, но будете красить для начала там своих друзей, подружек, там, родственников. В общем-то, потом к вам соседи подтянутся, потом по рекомендации всё будет дальше, 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 дальше разрастаться. И вам надо упростить себе жизнь. Почему я вам говорю уже о готовых микс-тонах? Потому что оно реально упрощает жизнь. Высчитывать грамм того, полграмма того, 0,7 грамм третьего, чтобы мне получить, и блюз ещё добавить. Проще уже взять готовый микс-тон и просто его добавить. Понимаете? Почему я вам сказала в Constant de Lazy? Хороший микс-тонах. Вы знаете, я даже ради интереса протестирую вам и выложу сюда, на YouTube, эти микс-тонах. Вот. И посмотрим, какие цвета они имеют. Правильно? Потому что, смотрите, там, например, допустим, есть ещё у них сине-зелёный, например, микс-тон, да? Дальше антижёлтый. Ага. Девчонки, вы со мной? Какой-то глюк произошёл. Напишите, пожалуйста, всё ли видно. Что-то у меня здесь моргнуло и переподключилось. Дальше. Ещё там есть цвета, которые G1 и G2. Знаете, ничего не говорит. G1 и G2, да? А на самом деле там, опять же, сбалансированное идёт синий и фиолетовый. Вот в G1 там три синего, один фиолетовый. И это класс. Вот, смотрите, вот предыдущая задача. Три синих, один фиолетовый. Блин, уже готовое решение, задача. То есть вам к 71-му даже ни пепла уже ничего добавлять не надо. Вы его нужное количество, этого G1 положили, и всё. И задача решилась. У вас там и жёлтый нейтрализовался, и какой там у нас был ещё с вами, и медный нейтрализовался, и плюс ещё синий остался для того, чтобы более холодный сделать. Классное решение задачи. А G2 там три фиолетовых, один синий. Тоже, опять же, прекрасное будет решение задачи, которое пойдёт на заглушение на восьмёрке. Правильно? У нас же восьмёрки 34, и там много жёлтого. Прекрасно пройдёт нейтрализация. Понимаете? Можно добавить, конечно, я так и работаю. Понимаете? Бренды, которые у нас сейчас... Кстати, в Estelle, вы посмотрите в Estelle. У них же там тоже есть какие-то кучи брендов этих стал, стал, а микс-тонок. Может быть, они уже всё это изобрели. То есть, я за Estelle не слежу. Я вам говорю, они фанаты Estelle. Она для меня жестковата краска. Мне не очень нравится на выходе. Так же, как и L'Oreal. Здесь вообще без претензий. Вообще, ни к Estelle, ни к L'Oreal. Просто я поработала, и как бы я понимаю. Хотя, вот если говорить про L'Oreal Matrix, мне вообще зашли очень хорошо цвета именно у них, которые работают с сединой. Вот реально зашли. У них... Вы знаете, тоже не надо геморроиться. Вы знаете, что пропорция смешивания для седины, она определённая. О, прекрасно, закрашу, ничего смешивать не надо. Вот именно для седины у Матрикса, хотя это L'Oreal'евская краска, мне она очень понравилась. И я опять же её в работе использую. Но у них нет микс-тонов в Матриксе. Они работают бустерами. Я не работаю бустерами. Я добавляю свои микс-тона, получаю прекрасный результат. Представляете? И всё, я себе упрощаю жизнь. И вам рекомендую тоже. Поэтому те, кто как бы попробует, вы для себя должны будете, конечно же, уже выбрать и определиться. Будете ли вы работать только на монобренде, либо будете работать на многих. Но я вам рекомендую работать на многих, особенно в домашних условиях. Потому что у вас даже есть разные клиенты. Одни клиенты у вас платёжеспособны, другие нет. Как вы с этим будете выкручиваться? Вы всем предложите, извините, Лориаль, Бултвелл? Нифига не предложите. Так, сейчас, девчонки, секунду. У меня разрядился телефон. Сейчас. Простите, я его не подключила просто. О, всё. А то сейчас сядет, и мы с вами разговаривать дальше не сможем. Поэтому по работе. На работе вы работаете. Какой сможете порекомендовать из бюджетных? Вы о чём? О красителе или о микс-тонах? Ириш, я не очень поняла вопроса. Давайте перейдём всё-таки к решению задачи. Потому что я, видите, отступление всё время. Мы куда-то в сторону уходим. Читаю ваши вопросы. И поэтому переключаюсь. Так, значит, у нас с вами натуральная база семёрка. Желание 7,1. Она хочет пепельный холодный цвет. Теперь мы с вами понимаем, что если мы возьмём с вами этот цвет, положим и ничем запариваться не будем, мы с вами на выходе получим что? Получим натурально рыжий оттенок. Ну, то есть грязный такой вот цвет с лёгкой рыжинкой, может быть золотинкой. У кого, смотри, какой стойкий пигмент. Мы с вами на выходе получим где-то 30, скажем так, наверное, может быть 0,3, может быть вот такой вот цвет. Ну, то есть имеете в виду 7,03 какой-то вот такой вот получим цвет. А может быть даже и с рыжинкой 7,04. Вот такой. Не будет у нас никогда с вами 7,1. И чтобы у нас вот такого цвета не было, бюджетный, смотрите, палитра небольшая, но я вот вам рекомендую, например, Constant Delight, ради бога. Ир, он реально бюджетный, у него краски выполняют своё назначение, они тоже как бы расширяются. Производство здесь в России, хоть они заявляют, что это итальянцы, но совершенно бюджетный, нормально работает. Можете его попробовать. Но спецблонды у них работают плохо. Спецблондами их пользоваться не получится. Поэтому какие-то свои функции, обычные, вот с единицы до десятки, красители выполняют свои функции. Что касаемо вот спецблондов, я использую Голтвы. Вот. В общем, давайте всё-таки перейдём к нашему решению задачи. Немножко тема другая. Если вы хотите как бы пообщаться со мной, я всегда в доступе, вступайте в наши группы, у меня там Телеграм. Мы ведём как бы Телеграм, и я отвечу на все ваши вопросы, можете там мне задавать. И заодно, кстати, вы знаете, очень много, очень многие стесняются задавать вопросы. Если вы что-то зададите, то другие получат ответ на свой вопрос. Так что будет тоже классно. Напишите, не стесняйтесь. Всё-таки давайте вернёмся к нашей задаче. Никак мы с вами её не можем решить. Значит так, мы с вами уже говорили о том, что у нас с вами здесь нет осветления. Мы красим тон в тон. Поэтому никаких стрелочек наверх, никаких вниз мы не рисуем. Теперь давайте опять же включаем логику. Надя, помните, я вам говорила, как мы рассуждаем? Нам здесь осветлять не надо. Вспоминаем, что чем выше у нас оксид по процентам, тем он осветляет что? Больше. Да? Конкретно вот в этом случае. Почему? Потому что этот случай и медные, например, яркие интенсивные цвета очень отличаются. Если бы у меня здесь было бы 7,4, да, то есть медный или 44, мне бы надо было бы и оксид взять больше. Но здесь у нас с вами содержатся холодные цвета. Холодные цвета вообще не стойкие к оксидам. Как только берете высокий оксид, холодные цветовые нюансы просто погибают сразу. Поэтому вот в данном случае мы берем с вами полуторапроцентный оксид. Даже метрешку. Почему? Вам не надо засветлять корень. Вам надо положить на этот тон. 3% он может поднять на тон. Зачем вам это? И плюс еще 3% съест ваше холодное, холодный пепел. Ну, съест просто. Верьте на слово. Поэтому берем все-таки с вами слабый оксид. Седины здесь нет. Волосы не толстые. У нас совершенно обычные волосы. Поэтому положите с 1,5% оксидом. Прекрасно зайдет. Будет прохладный оттенок. Вам легче будет работать. Фон осветления сильно не раскроется. Дальше. Так как у нас чистого синего нету здесь. Здесь чистого синего нет. Да что ж такое-то. Извините, девчат, мальчишки. Там, я не знаю, есть, не посмотрела. Пишут девчонки одни. Вот. А значит, у нас здесь нет синего. У нас есть пепел только. Поэтому берем пепел. Дальше. Следующий. Мы взяли наш основной краситель. Тот же, который и будем с вами делать. На выходе же желание 7,1. Значит, его делать будем. Дальше. Понимаем, что у нас все равно даже полутора процентный оксид. Даже 7,1. У нас же, помните, фон осветления. Никто вообще не отменял. Он присутствует. Надя, к вам особенно. Да, вы говорили логику размышления. Первое. Мы не осветляем. Второе. Фон осветления у нас все равно есть. Поэтому нам обязательно надо что сделать? Добавить микс тон. Как не крутите, все равно добавляем микс тон. Почему? Потому что у нас с вами либо вот эта единица не либо, да? А вот эта единица, если мы микс тон класть не будем, она просто уйдет. Уйдет на заглушение, на нейтрализацию нашего вот этого фоноосветления. И помните, и то у нее мощности не хватит, у нас останется чуть-чуть рыженький. То есть у нас с вами получится, где-то если мы возьмем, я вам говорила, где-то 0,03 или 0,04 будет окончание. Такой вот грязненький цвет, а нам надо холодный. Поэтому мы с вами обязательно берем микс тон. И какой микс тон мы берем с вами? Вы мне уже писали синий плюс микс фиолетовый. Правильно? У кого-то он фиолетовый, у кого-то он антижелтый. Соответственно, мы с вами это делаем. И у нас с вами еще плюс. Мы с вами заглушили. Но поверьте мне, вот этого единицы не будет хватать все равно именно для создания холодного, холодного, холодного цвета. Поэтому все равно еще добавляем микс один. То есть пепел. Все равно еще добавляем. И начинаем высчитывать. Значит, у нас с вами здесь 30 грамм, 30 грамм, да? Помните, если 40-45, подсчет идет, естественно, другой. Дальше, опять же, нейтрализация. Вот смотрите, видите, я взяла синий и фиолетовый. А в констант давайте G1. И все. Понимаете? Упростили, упростили. А вам здесь надо и то, и другое. Вот. Смотрите, здесь у вас идет 1. Видите, здесь все мы с вами добавили. Все рассчитали по правилу, там, как мы с вами решали. Там 2 грамма, 1 грамм, да? И вот здесь теперь на выходе. Смотрите, видите? Мы с вами добавим 1 грамм. Ну, будет он холодненький. Но поверьте мне, вот здесь в семерке настолько стойкий, этот вот пигмент не холодный, а, извините, медный, что, а медь у нас что содержит в себе? Красный и медь, и желтый. Правильно. И, значит, в итоге получается что? Что сюда бы еще бы чуть-чуть бы капнуть зелененького. Вот тогда у вас реально холодненькая будет семерочка. То есть в микс добавили пепел, да, 1 грамм. Ну, помните, мы говорили, для усиления я могу добавить там чуть ли не 15% для усиления. Но мне просто оно как бы не нужно, да? И еще плюс, кто со мной был, я вам говорила, чтобы цвет был подольше держался, мы должны с вами добавить еще цвет, который следующий идет по нашему кругу, да? То есть если к желтому мы добавляем чуть-чуть медь, капаем, если мы с вами к красному добавляем фиолет, к фиолетовому добавляем синий, к синему добавляем зеленый. А здесь у нас как раз, да, то есть мы с вами здесь еще должны добавить микс зеленый. А какой у нас там номер зеленый? Двойка. Давайте-ка двойку сразу и добавим. Микс зеленый. Вот чтобы вот этот цвет стал более холодненьким и чтобы он у вас не ушел, не смылся быстро, мы с вами добавим еще, ну, там, добавьте, это сколько у нас? Пол сантиметра. Потому что мы по весу с вами не сможем, ну, пол грамма, давайте напишем, пол грамма. Сможете взвесить, взвесите. А в сантиметрах это получится там поменьше, да? Пол грамма зеленого микса. И у вас тогда будет счастье. И вы тогда получите на выходе, кто мне писал, кто хочет получить холодный цвет, вот таким вот способом. Видите? Если добавим еще сюда чуть-чуть зелененького цвета. Двойка у нас зеленая, если вы помните. То есть мы добавить должны для нейтрализации, для усиления цвета. Видите? Вот это у нас идет нейтрализация. Вот она. А вот это уже у нас идет усиление цвета. И тогда мы с вами 7,1. Мы не можем положить чистый, и в итоге получилось бы счастье. Нам все равно нужно здесь все рассчитывать. Так. Теперь давайте немножко изменим нашу задачу. Это тоже холодное будет, но возьмем, нам надо проработать с другим оксидом. Здесь у нас будет 8,1. А значит, соответственно, что у нас с вами получается? Осветление. Помните, рассуждаем, да? У нас с вами осветление получается. Насколько? 7 надо пройти. 8. Да еще и холодный. Чтобы получить холодный цвет, нам надо реально с вами, да? Прямо осветлить на 2 тона. Прямо вот, чтобы прям получить холодный. Но, но на 2 тона мы с вами уже писали. Это значит 6%, правильно? А 6% он вообще съедает вот этот вот наш холодный цвет. Ну, просто совсем съедает. А у нас здесь с вами фон осветления уже идет 34-й. Дальше мы думаем, какой же нам взять? Я вам говорила, что мы рассчитываем нейтрализацию от фона, от фона осветления желаемого цвета. Вот отсюда рассчитываем. Поэтому здесь мы и берем 34-й, да? Значит, соответственно, мы берем, так как у нас здесь чисто синего нет. Если бы вот был бы краситель не пепельный, а синий, я взяла бы тоже синий, если честно. И добавила для нейтрализации, чтобы не уйти в зеленый. Но, в общем-то, его нет, поэтому мы с вами берем 8,1. И дальше мы его давайте раскладываем. Давайте думать. Вот мы с вами, значит, фон осветления 34-й. Если мы 8,1 положим на 34, да? Давайте-ка с вами сейчас вот так сделаем. Это решение пока еще мы не решаем. Мы с вами приблизительно посмотрим, что же в итоге может получиться. Да? У нас один. Это пепел. Да? Это получается синий, помните, плюс фиолетовый. И здесь у нас 34-й. Это что у нас получается? 34-й. Это у нас получается желтый плюс оранжевый. Да? Раскладываем его. Здесь у нас одна молекула синего плюс 0,5 красного плюс 0,5 желтого. Да? Плюс здесь 34. Две желтого плюс медь у нас плюс 0,5 красного плюс 0,5 желтого. Давайте считать дальше. Дальше у нас с вами синий одна. Одна синий, красный 0,5. Так, красный 0,5. Желтый, желтый, красный 0,5. Одна красного плюс желтый, два желтых, три желтых, три желтых. Считаем дальше. Синий, красный, желтый. Значит, один коричневый плюс два желтых. Да? То есть у нас на выходе с вами получил...